Здравствуйте, мои дорогие и любимые овны! Это ваш второй прогноз на июль 2023 года. У меня сегодня для вас 6 колод, и мы с вами будем начинать с первой колоды, называется колода-дурак. Вот она, эта колода. Мы ее уже с вами, в наших с вами в раскладах употребляли. Ну что, поехали. Что ждет наших дорогих овнов в июле месяце? Какие события могут произойти для вас? Что Вселенная захочет вам подсказать? Королева, королева Пентакли. Здесь стабильная финансовая ситуация, стабильная жизнь, все в порядке финансово, здесь человеку комфортно. Также это какой-то результат, получение какого-то результата, потому что здесь человек будет доволен, доволен то, что он будет получать. Также здесь у него есть стабильная ситуация. Может быть, будет брать даже дополнительные какие-то финансовые ответственности, принимать какие-то финансовые решения, строить какой-то финансовый план, либо обсуждать свои финансы с кем-то. Может быть, состоится какой-то разговор за деньги, за ваши финансы, может быть, за вашу даже стабильность. Если у вас свое дело, свой бизнес, может быть, здесь будете обсуждать свой бизнес с кем-то. Либо, может быть, тогда решать какие-то вопросы, знаете, подготавливаться к какой-то проверке, либо, может быть, общаться с вашим бухгалтером, потому что нужно, может быть, подготовить что-то здесь, подготовиться к налоговой инспекции, оплатить какой-то налог, может быть. Либо здесь еще вариант может быть, в зависимости, на каком уровне развития вы, здесь, может быть, для вас встанет тема стабильности, для вас встанет тема иметь что-то свое, потому что такому человеку тогда очень будет важно иметь что-то свое, как свою недвижимость, свой дом, что-то свое, или здесь именно какие-то ценности. Вопрос с ценностями может стать здесь. Вот так еще может быть. Сейчас вытащим еще одну карту. Королева. Королева мечей. Здесь, как будто, может быть, будете брать какой-то совет у какого-то специалиста, и здесь именно что-то будет связано, может быть, с недвижимостью, с финансами, с бизнесом, с какими-то ценностями, какой-то проверки, какой-то подготовки, может быть. Потому что здесь вот этот человек будет очень специалистом своего дела. Может быть, она или он вам будет подсказывать что-то. И здесь нужно будет как будто принять какое-то даже решение, что-то обдумать, здесь построить какой-то план, обсудить это с кем-то. Может быть, подготовить какие-то даже документы. Потому что здесь как будто нужна будет какая-то консультация. Может быть, вы покупаете недвижимость, например, и вы будете консультироваться у юриста. Либо, может быть, здесь у вас свой бизнес, будете консультироваться у бухгалтера, например. Вам тогда такой человек будет помогать и так далее. Ну, как будто в начале месяца будете решать какие-то вопросы, связанные с вашей стабильностью, с ценностями, с финансами. Может быть, ответственность за финансы, принятие какого-то решения здесь. Давайте посмотрим дальше. Следующая колонна у нас с вами на сегодня. Это современные ведьмы. Король, король мечей. Здесь у вас будет какой-то разговор, может быть, с королем. Может быть, такой человек будет принимать участие в вашей жизни, вас направлять, вам что-то подсказывать. Либо, может быть, вы должны будете стать этим королем мечей, где не нужно быть эмоциональными. Нужно отнести ясность и четкость в какую-то ситуацию, построить какой-то план, что-то проанализировать. Может быть, пообщаться с кем-то, узнать какую-то информацию, подготовить, может быть, даже какие-то документы здесь. Либо, если такой человек будет участвовать в вашей жизни, может быть, это один из знаков воздушной стихии. Это может быть близнецы, весы, либо водолей по гороскопу. Сейчас вытащим еще одну карту. Начало месяца как будто все связано с принятием решений, логики, обдумывания, каких-то планирований здесь. Здесь умеренность, спокойствие, баланс, потому что здесь гармония, стабильность, спокойствие, своем свое время, здесь не нужно торопиться, не нужно торопить никаких событий. Все произойдет тогда, когда оно должно будет произойти. Самое главное не торопиться, и самое главное, наверное, что-то сбалансировать в вашей жизни здесь придется. Вот, и здесь, может быть, вот этот король мечей, может быть, вам нужно будет себя так даже вести, потому что здесь нужно будет что-то обдумать, принять какое-то решение, построить какой-то план, и здесь просто уже идти по своему плану. И здесь именно это даст вам результат, это даст вам спокойствие, гармонию, но просто вы не будете торопиться. Вот так еще можно дать. Так, следующая колода у нас с вами на сегодня, это у нас торопровидцев. Вот она, эта колода. Десятка, десятка чаш. Удача, везение, успех, исполнение желания, радость, быть на седьмом небе от счастья, получать какие-то радостные известия, будут происходить какие-то радостные события в вашей жизни. Здесь может быть, знаете, отношение перейти на другой уровень. Здесь может быть для кого-то это свадьба, бракосочетание, принятие решения, может быть, что вы хотите съехаться, начать жить вместе, либо, может быть, это рождение ребенка, пополнение в семье. Это семейная карта. Это такие теплые, приятные отношения с кем-то. Ну, здесь, знаете, в чем-то может вам даже повезти, потому что здесь, как исполнение желания, удача, везение, может быть, повезет в какой-то ситуации, может быть, здесь для вас это какая-то поездка семейная состоится, либо, может быть, здесь вы переезжаете куда-то, может быть, меняете место жительства, либо приобретаете недвижимость для себя, либо вы что-то делаете для своей семьи, либо кто-то из членов вашей семьи будет вас радовать чем-то. Вот такая вот потрясающая карта. Карта завершения, карта результата, карта кульминации, потому что здесь человек стремился к чему-то, и, наконец-то, он достигнет этого по этой карте. Но этот фундамент заложится очень надолго. Сейчас посмотрим. Шестерка, шестерка чаш. Здесь, может быть, вместе с семьей поедете куда-то, где вы раньше, может быть, жили, либо росли, может быть, здесь что-то связанное с вашим детством, потому что шестерка чаш – это возврат, это возврат в прошлое, это кто-то возвращается к нам с прошлого. И здесь именно такие приятные, тёплые воспоминания, приятные эмоции, когда вам комфортно, когда вам хорошо. Может быть, вы встретитесь с кем-то, с кем вы давно не общались. Например. Либо, может быть, здесь будете смотреть фотографии, будут какие-то воспоминания, да, либо, может быть, вам что-то может напомнить о прошлом, либо состоится какой-то разговор, связанный, может быть, о вашем животном, о вас, о вашем детстве, о ваших родителей, может быть, о вашем бывшем, может быть. Либо здесь, знаете, вы возвращаетесь к бывшему, в бывшие отношения, да, либо ваш бывший явится к вам на порог, попросит прощения и захочет, чтобы вы его приняли обратно, например, да. Вот. Возобновляются какие-то бывшие связи, бывшие отношения, то, что у нас было в прошлом. Вот. Либо кто-то позвонит к вам, объявится кто-то с прошлого здесь. Но это тогда будет очень приятные и теплые эмоции и также приятная встреча. Так. Следующая колода у нас с вами на сегодня. Современная Тару любви. Вот она, эта колода. Секундочку. Так. Писуем карту. Карта суд. Карта суд. Здесь, может быть, получите какие-то важные известия, новости, что-то может поменяться в вашей жизни. Может быть, раздастся какой-то звонок, будет какое-то сообщение известия, какое-то письмо, какая-то новость, может быть, да. Хоть и эта карта суд, но не всегда это проигрывается как физический суд. Потому что если у вас есть какие-то или намечаются какие-то судебные разбирательства в июле месяца, то, судя по этой карте, может быть, это как повестка в суд, либо какой-то документ суда здесь, да. Но здесь, в основном, как будто это карта кармы. Это, знаете, когда вы будете, может быть, оценивать сами себя, свой поступок, то, что вы совершили в прошлом. И здесь как будто нужно будет отпустить что-то, забыть что-то для того, чтобы начать жить настоящим. Поэтому здесь, может быть, знаете, произойдут какие-то изменения, какая-то трансформация может произойти. Что-то начнется меняться в вашей жизни. Потому что здесь человек, наверное, все-таки осознает что-то. Потому что возникла какая-то, может быть, кармическая ситуация в прошлом. Человек много что осознал, и он меняет свои взгляды. Меняет взгляды, как он воспринимает какую-то ситуацию, как он воспринимает кого-то. Либо здесь начинает просто смотреть иначе на какую-то ситуацию. Это, как знать, кризис среднего возраста, может быть, когда человек принимает решение, что так, как он живет, может быть, это неправильно, либо он не хочет так больше жить или продолжать в таком же духе. И он начнет самостоятельно что-то менять, разрушать что-то старое, может быть, для того, чтобы начать строить настоящее, новое. Сейчас посмотрим. Еще одну карту. Восьмерка. Восьмерка жезлов. Здесь, знаете, может быть, даже какие-то позитивные сообщения вы получите. Потому что здесь по восьмерке жезлов – это скоростная, это быстрая карта. Это, знаете, когда вы движетесь вперед, когда вам кто-то помогает, когда вас кто-то толкает вперед. Это внезапный поворот событий. Что-то начнет происходить очень быстро. Это активная карта. Может быть, нужно будет куда-то полететь, ответить кому-то что-то. Может быть, получите какие-то известия. Может быть, здесь отношения даже поменяются, да? Что-то связанное с вашими отношениями. Но это, знаете, отношения как будто переходят на другой уровень. Происходит какой-то прогресс внезапный здесь в вашей жизни. Потому что здесь именно будут какие-то изменения. Если вы ждали чего-то, или вы были в моменте ожидания, да, ждали каких-то известий, то, судя по этой карте, вы получите известия, и это будут очень хорошие известия. Это вас обрадует. Может быть, даже нужно будет куда-то поехать, переехать, либо, может быть, полететь, потому что состоится здесь, может быть, полет. Может быть, что-то связанное с вашей карьерой и работой. Может быть, это как новость о повышении. Но здесь вот такая вот очень позитивная карта. Что-то будет меняться быстро, резко, и вам, естественно, нужно будет реагировать в таком же темпе. Следующая колода у нас с вами на сегодня – это 78 дверей. Посмотрим, что эта колода называется. Королева, королева мечей. У вас уже была королева мечей. Вот она. Здесь как будто нужно будет что-то обдумать. Здесь нужно будет проанализировать что-то тщатель. Может быть, здесь построить какой-то план, вынести ясность и четкость в какую-то ситуацию. Также еще здесь, может быть, знаете, кто-то решит провести регрессию. Может быть, вы занимаетесь регрессией, либо вы пойдете на прием к психологу, либо будете проводить вот эту регрессию. Коннекция, может быть, с прошлым здесь произойдет, потому что, видите, женщина, она лежит, она воображает что-то, к ней приходят какие-то, может быть, идеи, какие-то мысли. Она здесь что-то тщательно анализирует, обдумывает. И здесь, может быть, вы окажетесь в такой ситуации, где вам нужно будет тщательно что-то обдумать, вплоть до мелочей каких-то, может быть. Сейчас посмотрим еще. Здесь у нас Паш Пентаклей. Получите какие-то новости, известия, может быть, связанные с деньгами, либо, может быть, будете начинать что-то новое, то, чем вы не занимались раньше, потому что, судя по этой карте, как будто человек что-то обдумывает, приходит какая-то мысль, идея, и он начинает здесь что-то делать для этого. И вот эти новые начинания даст вам какую-то финансовую стабильность, начало стабильной финансовой ситуации. Появится какая-то возможность, откроется для вас новая дверь, это приведет вас к чему-то новому, где вы, может быть, знаете, как новый источник дохода, может быть, для вас. Либо человек, может быть, здесь будет менять сферу деятельности, профессию, либо обучаться чему-то. Здесь новому человек будет пробовать что-то, рисковать, пробовать то, чем он раньше не занимался и не интересовался никогда. Но это даст вот именно стабильную финансовую ситуацию, откроются какие-то новые возможности перед вами. Либо, может быть, это еще, кстати, что-то связанное, может быть, с детьми. Может быть, будете решать какие-то вопросы, связанные ваших детей здесь. И последняя колода у нас с вами на сегодня это у нас «Мудрость ангела». Вот она, эта колода. Король? Нет, у нас это рыцарь. Рыцарь Пентакли. Идти по плану здесь, иметь какое-то направление, иметь поддержку, быть здесь, знаете, неторопливым, с принятием каких-то финансовых решений, может быть. Нужно будет что-то проанализировать, построить какой-то план. Может быть, обсудить даже свои финансы с кем-то. Куда-то, может быть, поехать. Состоится какая-то, может быть, здесь поездка. Кто-то здесь вас будет поддерживать в чем-то. И здесь, наверное, знаете, когда нужно быть именно верным и когда нужно быть честным самому себе и когда нужно тщательно все обдумать, взвесить, прежде чем потратиться либо принимать какие-то решения. Что-то, может быть, связанное будет здесь с вашими ценностями. И поэтому здесь не нужно, не нужно торопиться ни с чем. нужно обращать внимание на какие-то детали. Нужно будет именно обращать... Извините, я закашляла здесь. Нужно будет обращать именно внимание на какие-то детали здесь, потому что здесь именно, знаете, как будто... Может быть, будете подписывать какие-то документы, заключать какую-то сделку. здесь и здесь тщательно нужно будет прочесть, ознакомиться с документами, чтобы не было ошибок, чтобы потом это не дало каких-то последствий, может быть. Поэтому здесь, наверное, все перепроверяйте, ознакомливайтесь, то, что вы будете делать или то, что вы затеете в июле месяце. И самое главное, наверное, не торопиться и не спешить. Тщательно все обдумать, строить какой-то план. И, может быть, даже здесь, знаете, нужно будет подождать, да. То, что вы будете делать, имейте в виду, что это у нас самая медленная стихия второго Пентакли. Поэтому все будет, но все будет развиваться очень медленно. Вы придете к этому, но просто здесь немножечко, наверное, момент ожидания, может быть, что-то произойдет, будет развиваться медленно здесь. Сейчас вытащим еще одну карту. Королева? Королева мечей у вас. Посмотрите. Королева мечей была уже. Потом она опять вот пришла. Вот эта вот королева мечей будет, наверное, все-таки влиять или принимать какое-то участие в вашей жизни в июле месяце, потому что она вот именно дает о себе знать, она повторяется. Либо вам нужно будет себя так вести, когда нужно будет, может быть, развивать свои какие-то идеи, принимать какие-то решения, говорить, высказывать свое мнение, подготавливаться здесь к чему-то, может быть, да, может быть, даже объяснять или направлять кого-то в какой-то ситуации. Здесь, может быть, вы какой-то здесь специалист, может быть, вот эта королева мечей указывает на вашу специальность, то, что вы умеете хорошо делать, может быть, вы очень хорошо умеете планировать, анализировать, может быть, вы юрист по профессии, или учительница по профессии, маркетолог, айтишник или врач, может быть, по профессии и так далее. И здесь, как будто, нужно будет воспользоваться вашими знаниями здесь, да, вашим опытом, давать кому-то какие-то рекомендации, какой-то совет, направлять к кому-то. Либо такой человек будет принимать участие в вашей жизни, которое будет, может быть, подсказывать вам, и такой человек будет неэмоциональным. И вот он будет чисто профессиональным и будет именно вам подсказывать что-то. Может быть, здесь нужно будет что-то отрезать, убирать с вашей жизни, прекращать что-то, может быть, делать. Вот так еще может быть. Давайте еще одну гарду вытащим. У вас очень много мячей. двойка, двойка чаш. Двойка чаш, но здесь, судя по этой карте, в сочетании с этими картами, наверное, все-таки нужно будет принять какое-то решение, связанное в отношениях. И рыцарь Пентакли говорит вам не торопитесь, тщательно обдумайте, извесьте все, да. Может быть, вы вступаете в какие-то новые отношения, может быть, вы влюбились в кого-то, у вас начался какой-то новый роман, вам комфортно с этим человеком, вы хотите развивать эти отношения дальше, или вы хотите, чтобы эти отношения перешли на какой-то другой этап, потому что здесь именно, знаете, люди понимают друг друга, они поддерживают друг друга, у них есть одни и те же цели и направления в жизни. Вот. И здесь, может быть, также по этой карте, может быть, нужно будет даже простить кого-то. Вот такой еще вариант, может быть. Простить кого-то, кто вас обидел, может быть. Вот. Потому что это карта перемирия, также. Либо в деловых отношениях это карта картового партнерства. Вот. Здесь, может быть, вы хотите заключить какую-то сделку, либо быть в партнерстве с кем-то. Может быть, это бизнес ваш, да. И вот здесь нужно будет как будто тщательно обдумать по рыцарю Пентакли, да, не торопиться обсудить это с каким-то специалистом, чтобы вам дали совет, прежде чем вступать в какое-то партнерство здесь, да. Вот. Может быть, это ваш бизнес-партнер. Так еще может быть. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие умные. Я вам желаю удачи и успехов в июле месяце. Пусть все будет, пусть все отбывается, пусть все события происходят очень быстрыми и активными вокруг вас. Самое главное, наверное, желаю вам баланса, гармонии, стабильности и исполнения желания и всех благ вам в июле месяце. Все то, что вы задумали, я желаю, чтобы все у вас получилось и реализовалось. Но если вы не подписаны до сих пор на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До скорых встреч, дорогие мои. Пока-пока.